всем привет с вами виктория пока не кончилась клубника готовим вкусный летний и красивый клубничный торт сначала приготовим бисквит для его приготовления 6 яиц разделяем на белки и желтки в описании под видео я вам оставлю количество ингредиентов на 5 яиц и на 3 яйца если например вы захотите приготовить тортик немного поменьше желтки пока отставляем а белки начинаем взбивать миксером после того как образуется вот такая небольшая пенка начинаем добавлять сахар понадобится 180 грамм сахара взбиваем до мягких пиков когда вы увидите что на поверхности начинает оставаться заметный узор от венчиков значит белки достаточно взбитые хочу обратить ваше внимание на то что этот бисквит готовится без разрыхлителя и без соды поэтому к взбиванию белков стоит подходить тщательно и затем начинаем постепенно добавлять желтки и продолжаем взбивать взбиваем в течение примерно 3-4 минут масса должна получиться очень пышной и хорошо увеличится в размерах теперь начинаем частями просеивать муку просеивать нужно обязательно чтобы не получилось никаких комочков и чтобы нам легче было перемешивать убираем миксер в сторону и перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой плавными движениями снизу вверх и так постепенно вмешиваем всю муку понадобится 180 грамм муки все еще раз хорошо перемешиваем до полной однородной затем подготавливаем форму размер моей формы 24 сантиметра диаметром застилаем ее пергаментной бумагой и выкладываем тесто духовку уже нужно разогреть на 180 градусов отправляем запекаться тесто примерно на 20-25 минут ориентируйтесь на особенности вашей духовке бисквит у меня запекался 25 минут готовность проверяю деревянной шпажкой убираю кондитерское кольцо и даю бисквиту хорошо остыть смотрите какой красивый ровный и пышный получился у нас бисквит и все это без разрыхлителя и соды затем заворачиваю бисквит пищевую пленку и даю ему отлежаться на несколько часов а можно оставить и на ночь затем с ним легче будет работать и теперь приготовим крем для его приготовления понадобится всего четыре ингредиента творожный сыр сыр маскарпоне сахарная пудра и сливки в миску выкладываем сыр маскарпоне 500 грамм добавляем 300 грамм творожного сыра и 250 миллилитров жирных сливок добавляем 120 грамм сахарной пудры сначала немного перемешиваем ложкой чтобы никуда ничего не разлеталось и затем включаем миксер и взбиваем миксером взбиваем до загустения у меня на это уходит обычно 45 минут все ингредиенты для крема должны быть очень хорошо охлаждены и сливки должны быть минимум 30 процентной жирности получается этот крем очень очень вкусный прекрасно держит форму замечу что для приготовления клубничного торта нужен стабильный крем заварной крем например не подойдет кладываем его в кондитерский мешок или в пакетик и пока отставляя бисквит у меня хорошо отлежался я разрезаю его на два равных коржа я это делаю с помощью ножа и нитки намечаю линию отреза продеваю нитку и разрезаю получается очень аккуратно просто и эффективно посмотрите какие красивые коржи у нас получились также нам понадобится для приготовления клубника и теперь начинаем собирать наш торт выкладываем на подложку первый корж устанавливаем кондитерское кольцо и ацетатную пленку клубнику я хорошо помыла обсушила и одну часть клубники разрезаю напополам снизу я ее подравниваю чтобы клубника у нас хорошо стояла также я подготовила сироп из клубники можно использовать любой сироп для пропитки полное количество ингредиентов для сиропа и для всего торта я вам оставлю в описании под видео первый корж обильно пропитываю сиропом и выкладываю вот этой частью к стеночке клубнику делаю это по всему диаметру торта это нужно чтобы получился красивый узор именно так готовят фрезье у меня же это вариация фрезье потому что настоящее фрезье готовят с другим кремом у меня же крем такой более быстрого приготовления но получается не менее вкусно затем выкладываем вот таким образом крем сначала между клубничек и затем по всему диаметру торта все аккуратно разравниваем прижимаем крем который выкладывали между клубничек чтобы торт хорошо держал форму и подготавливаем другую часть клубники которая нам пойдет в начинку ее нужно мелко нарезать аккуратно и и распределяем и сверху закрываем небольшим количеством крема все аккуратно разравниваем второй корж тоже пропитываем пропиткой и выкладываем пропитанной стороной сверху на торт смазываем его оставшимся кремом небольшим количеством и убираем в холодильник хорошо настояться на несколько часов а лучше на ночь торт у меня провел в холодильнике всю ночь я его достаю немножечко подравниваю и сверху украшаю клубникой украшаем по своему вкусу точно могу сказать что торт получается очень очень вкусный я его готовила на 50-летие одному другу все гости были в восторге и съели торт на ура я не смогла вам из-за этого сделать разрез но поверьте тортик получается очень вкусный всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория удачи удачи